5 августа 1941 года началась героическая 73-х дневная оборона Одессы. Южный фронт Красной Армии оказался самым подготовленным к ведению боевых действий и с началом Великой Отечественной войны успешно отражал все удары немецких и румынских войск. В конце июля-начале августа Южному фронту из-за угрозы окружения, вызванный неудачными действиями советских войск Юго-Западного фронта, пришлось отступать на восток и создать оборонительный рубеж по линии Чигирин, Вознесенск-Днестровский лиман. Одесса оставалась западнее этого рубежа. Имея пятикратное превосходство в силах, 3 августа противник прорвался к морю и полностью блокировал Одессу суши. По приказу Ставки Верховного Главнокомандования от 5 августа оборона города возлагалась на Приморскую. Армию, прикрытие с моря и огневую поддержку войск осуществляли отряд кораблей Черноморского флота и береговая артиллерия. 8 августа было объявлено об осадном положении Одессы. До 10 августа войска Приморской армии вели бои на дальних подступах к Одессе, а затем отошли на передовой рубеж обороны города. Войска Приморской армии, две стрелковые и одна кавалерийская дивизии, с боями отходили к Одессе, сдерживая натиск пять пехотных, две кавалерийских дивизий и одной моторизованной бригады 4-й румынской армии. Было начато создание оборонительных рубежей, передового в 20-25 километров от Одессы, главного в 10-14 километров и рубежа прикрытия города в 6-10 километров. Для прикрытия Одессы с моря и артиллерийской поддержки войск был сформирован отряд боевых кораблей. С отходом войск Южного фронта к Днепру Одесса осталась далеко в тылу противника. 19 августа Ставка Верховного Главнокомандования создала Одесский оборонительный район УАР, подчиненный Военному совету Черноморского флота. Командующим УАР был назначен контр-адмирал Гаврил Васильевич Жуков, его заместителем по сухопутной обороне стал генерал-лейтенант Сафронов, членами военного совета бригадный комиссар Азаров и дивизионный комиссар Воронин. УАР состоял из трех секторов – Южный, Западный и Восточный – и имел четыре дивизии, 34 500 человек против 14 дивизий и двух бригад противника. 20 августа противник предпринял штурм города. В течение месяца советские войска при поддержке населения стойко отражали атаки врага и остановили его на главном рубеже обороны в 10-14 километров от города. 38 тысяч жителей Одессы переселились в одесские катакомбы. Большую роль в обороне Одессы сыграла авиация Черноморского флота. Советские самолеты непрерывно наносили удары по скоплениям вражеских войск в непосредственной близи от Одессы. В ходе боевых вылетов 22 августа было уничтожено около 40 танков и несколько десятков автомашин с пехотой. В результате был обеспечен организованный отход советских войск на новые оборонительные рубежи. Отходя, оборонявшие город войска нередко переходили в контратаки, в ходе которых враг нес большие потери в живой силе и технике. В ночном бою 28 августа было взято в плен до роты румынских солдат и захвачено два противотанковых орудия, три миномета и три пулемета. Но большие потери несли и советские войска. Поэтому советским командованием было принято решение о реорганизации и пополнении войск восточного сектора. В сентябре враг вел в бой уже 17 дивизий и две бригады. К исходу 21 сентября ему удалось в западных и южных секторах подойти к главному рубежу обороны, а в восточном секторе на ближние подступы и начать артиллерийский обстрел порта и подходного фарватера. Корабли эскадры контр-адмирал Владимирского доставили в Одессу из Новороссийска 157-ю стрелковую дивизию и части усиления, а 22 сентября в восточном секторе был нанесен комбинированный удар, был высажен морской десант в Григорьевке в составе третьего. Полка морской пехоты, доставленный на боевых кораблях из Севастополя, командир высадки контр-адмирал Горшков, сброшен воздушный десант в тылу врага и произведено наступление с фронта двух дивизий на участке фонтанка Гильдендорф. В результате 13-й и 15-й румынские дивизии были разгромлены, и противник отброшен на 5-8 километров. В итоге 10-недельных боев за Одессу вражеские войска не сумели выполнить поставленную перед ними задачу овладеть городом. В конце сентября в связи с угрозой прорыва немецко-фашистских войск в Крым Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение использовать войска, оборонявшие Одессу, для усиления обороны Крыма. С 1 по 16 октября корабли и суда Черноморского флота перевезли скрытно от противника все войска около 86 тысяч человек, 15 тысяч человек гражданского населения, большое количество боевой техники и вооружения. Операцию по эвакуации войск из Одессы прикрывали партизаны. 73-дневная героическая оборона Одессы сковала 4-ю румынскую армию. В результате героической обороны города было выведено из строя 160 тысяч вражеских солдат и офицеров, около 200 самолетов, около 100 танков, что затруднило продвижение правого крыла немецко-фашистской группы армий юг на восток. К вечеру 16 октября передовые части противника ворвались в Одессу. Началась партизанская война против оккупантов. Партизаны уничтожили свыше 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, 248 автомашин подорвали 27 военных эшелонов, спасли от угона в Германию 20 тысяч советских граждан. Одесса находилась под вражеской оккупацией более двух лет. 10 апреля 1944 года советские войска освободили город. 22 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль за оборону Одессы, которой были награждены свыше 30 тысяч человек. 1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего Сталина Одесса была названа в числе первых городов-героев. 8 мая 1965 года городу Одессе было присвоено звание города-героя. По линии главного рубежа обороны Одессы в 1960-1969 годов создан мемориальный комплекс «Пояс славы».